Кто-то заплачет и от мелочи, а кого-то и даже самые тяжелые обстоятельства к слезам не подвигнут. Солдаты же разные, они и люди разные. Я видел мужчину, который плакал от того, что передвигаясь в достаточно опасном отрезке дороги, где он вынужден был набирать очень большую скорость, которая позволяет РПГ, защищаться от РПГ. Он сбил собаку. Собака, в принципе, выбежала к нему на дорогу. И он плакал, он реально плакал от того, что он сбил собаку. И видел также тех, кто абсолютно спокойно ходил, скажем так, среди кишок трупов и так далее, и не проявлял абсолютно никакой эмоции на лице. У нас на блоке парень пришел автомат пристреливать, попросился у нас, был рубеж. А с Макеевки ехала машина родителей. Дочка, папа, мама. Дочке лет 19, наверное, может быть, 20 было. И парень начал пристреливать одиночными автомат. Она начала труситься. Она не плакала, она просто трусится, слезы, глаза большие. В ней плакала молча, она ни слова не говорила. Мама выскочила, говорит, ребята, можно не стрелять? Там сразу прекратились в трибуну. Вот это страшно. Все остальное не страшно. Страшно вот это страшно. Дитячие листи. Щирость. Такая вот дитячая, безусловная. Те, как нас, как обеспечивается нами, вот это чувство, что за тебя болит, тебе одягает, годует вся Украина. Это очень здорово. Когда махают рукою. Дети особенно. Причем очень многие платят, ну, плачут, ну, плачут, вы знаете, от радости. Когда от наших людей, вот когда нас встречали, то есть когда мы оттуда вернулись, именно люди встречали, которые благодарили, вот от этого плачешь. Слезы как-то накатываются еще. То есть каким-то мягкотелым, ну, не мягкотелым, то есть от горя, нет, от горя не плачешь, а плачешь больше от радости. Вот почему-то, то есть поменялось в этом плане. Втрата близких друзей. Это может, да, это может наставить это заплакать. Субтитры сделал DimaTorzok